26 августа в медиа-центре РИА Новости прошла пресс-конференция. Проректор по образовательной деятельности Юрий Боровиков и проректор по имущественному комплексу и строительству Максим Ведяшкин подвели итоги приемной кампании 2015 года и рассказали о том, что делается для комфортного обучения и проживания студентов вуза. В этом году Томский политехнический университет набрал 1387 человек на первую ступень обучения, бакалавриат и специалитет, и почти 1150 человек станут магистрантами. Конкурс был достаточно высокий, ребята были очень активны в этом году. Это как раз бурная составляющая. Ребятишки пришли с достаточно высокими баллами ЕГЭ, которые они получили при выходе из школьных стен. Спокойно она была по той простой причине, что нам удалось сдержать недовольство родителей, абитуриентов. Сдержать это удалось тем, что мы были максимально открыты для общества, как с точки зрения конкурсной ситуации, так и с точки зрения информирования общественности в целом о протекании ударной фазы приемной кампании. Ребята видели все в режиме реального времени на сайте университета, а также могли это наблюдать через мобильное приложение, которое заработало у Томского политехнического в этом году практически ежесекундно. В этом году ТПУ заполнил все бюджетные места. Первокурсники вуза – это жители 64 регионов России и 23 стран мира. Наиболее востребовано в этом году было направление программной инженерии – 11 человек на место. Следом по популярности идут экологии, природопользование и химические технологии. Если говорить о максимальном проходном бале, то это были информационные технологии, опять же химические технологии, биотехнологии и нефтегазовое дело – традиционное наше направление. Для повышения комфортного уровня жизни студентов университет только до конца этого года вложит 500 миллионов рублей в модернизацию имущественного комплекса ТПУ. Это и капитальный ремонт наших студенческих общежитий, который уже частично завершился. И с сентября начнется следующий этап – это фасады, окна, кровли. В основном весь тот объем работ, который возможно проводить в течение учебного года с целью повышения продления срока службы в наших зданиях и повышения всех параметров по энергоэффективности объектов. В следующем году университет выстроит новый бизнес-инкубатор. А уже в этом году будет открыт плавательный бассейн с двумя спортивными залами. На октябрь запланирован ввод в эксплуатацию и заселение высотного здания нового общежития. Ввод нового общежития в эксплуатацию существенно позволит улучшить качество жизни наших студентов. То есть там на блок-секцию у студентов, получается, и она оборудована кухонной плитой, холодильником, душ. Как было отмечено на пресс-конференции, в планах ТПУ также строительство технопарка, еще одного учебного корпуса и общежития для иностранных студентов. Субтитры создавал DimaTorzok